Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я Татьяна Ташуда и очень актуальное видео, потому что столкнулась я с девочкой, которая у меня уже ходит месяца 8, наверное. У нее травмирована зона межресничного пространства, то есть там, где растут реснички, у нее была ячмень в детстве и образовался шрам, то есть есть участок определенный, который не растет. Когда мы еще сталкиваемся с такими моментами, это может быть родимое пятно, когда не растут реснички, это какая-то травма, шрам, либо еще что-то. То есть такое бывает, когда у нас участка могут не расти ресницы. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать, как работать с этими участками. Для этого я придумала такую схему, это моделирование мостиков для травмированных участков межресничного пространства. Приятного просмотра! Итак, девчонки, я сейчас села, я уже попробовала сделать небольшие такие наброски этих мостиков, для того, чтобы понять, какую нагрузку они могут выдержать. Я уже, конечно, пробовала это делать не один раз, и девочка, которая ко мне ходит, она говорит, что дольше, чем у меня, она с ресницами ни у кого не ходила. Поэтому имею право показать вам этот метод и то, что я считаю, было бы комфортным в использовании в такой ситуации. Итак, сейчас я вам хочу продемонстрировать первый мостик. Это как делать не нужно, когда идет очень большая нагрузка, вы можете увидеть, что мостик этот будет опускаться. То есть, здесь можно делать объем, но максимум это 3-5D. То есть, более там 20 и тому подобного не нужно, потому что эту область поддерживает всего лишь 2 ресницы. Одна будет здесь, вторая здесь, да, наши здоровые ресницы. Все остальные промежутка этого просто нету. Поэтому максимум это, ну может, вы можете сделать 7D. Потому что на данный момент здесь делается толщина 0,05. При большой нагрузке он имеет свойство также хуже носиться. Здесь может быть видно сечение, но сейчас я вам дальше буду рассказывать, когда видно, когда нет. Поэтому, если у вас есть область с травмированными ресницами, скорее всего, что ближайшие к этой области ресницы тоже будут слабые. Потому что они приближенные к травмированной области, да. В любом случае, они будут немного слабее и делать на них слишком большой мостик и большую нагрузку не нужно. Теперь давайте перейдем ко второму мостику. Итак, дорогие мои мастера, теперь хочу продолжить вам с мостиком, который имеет место быть. Да, это вот такой вот мостик. Даже если мы его шатаем, болтаем, видно, что он проченько держится, он не опускается. Здесь есть два варианта исполнения пучков. Те, которые мы ставим поверх мостика и те, которые мы ставим впереди мостика. То есть, мы ставим сзади, либо впереди. Правильный вариант будет тот, когда мы будем ставить ресницы впереди мостика. Почему? У нас здесь не будет видно сечение. Можете обратить внимание. Смотрите, вот первый вариант постановки пучка. Если мы ставим на мостик ресницы сзади пучки, у нас видно вот эту вот ресницу, видно это сечение, на которое мы ставим, да. И второй вариант, это когда мы сверху ставим пучки поверх мостика, тогда у нас не видно вот этой ресницы, да, на которую мы фиксируем наш межресничный смоделированный мостик, да. Сейчас хочу вам рассказать, как он вообще делается. Мы просто берем одну ресничку, вот зафиксировали, и мы фиксируем вторую ресничку, да. Давайте представим, что у нас здесь есть наша натуральная ресница, на которую мы будем цеплять этот мостик. Мостик можно делать до того, как придет наш клиент, потому что таких клиентов на самом деле ограниченное количество, они к вам не будут все бегать с дырками на ресницах, да. То есть это может быть у вас один-два таких клиента. Вы фиксируете одну ресницу, затем рядышком фиксируете вторую ресницу. Между этими ресницами вы пролаживаете в толщине 0,05 либо 0,03 какую-то длинную ресничку, и на нее с другой стороны вы можете фиксировать пучки. Носка такого пробела достаточно длительная, единственное, его нельзя прочесывать, потому что вы его сразу отщелкнете. И последний мостик, который бы я вам хотела продемонстрировать, это прозрачный мостик. Почему? Потому что в объемах мы в любом случае можем перекрыть это сечение. Если мы будем работать с классикой либо с 2D, и вы будете на мостик вот наши две натуральные ресницы, видно мои пальцы? Пальцы никак не видно. Показывай. Давайте представим, что это наша натуральная ресница, натуральная ресница. Сверху мы поскаливали искусственную и искусственную ресницу. И вдоль мы также пролаживаем искусственную ресницу. Так вот, если они будут черные эти ресницы в классике, либо в 2D, когда вы будете сюда ставить, у вас всегда будет вот эту сетку видно, видно это сечение. Нам нужно этого избежать. Что делать в случае, если это легкие объемы? Итак, хочу обратить ваше внимание на вот этот мостик. Так как он фактически прозрачный, знаете, бывают брекеты видимые и бывают невидимые, так это касательно вот этого мостика. То, что он прозрачный, это уже доказано. Мне его только что случайно пальцем чуть не раздавили. Итак, смотрите. Мы ставим на очень светлые ресницы. И поверх вот сейчас стоят у меня здесь коричневые ресницы. Вы видите, что когда вы фиксируете светлые ресницы, этого мостика и не видно вот здесь сечений. Но использовать нужно только прозрачный клей. Если вы будете использовать черный клей, у вас будет нагроможденно смотреться и грязная работа. Поэтому для очень слабых, очень тонких ресниц, маленьких объемов моделирование мостиков должно быть исполнено вот в таких светлых ресницах. На данном видео я использовала желтенькие, очень светлые реснички, когда их берешь по одной, их не видно. Но также можно использовать цвета любые, любые оттенки, там белые, да, реснички. То есть вы подбираете любые, но ближе просто к натуральному цвету. Это может быть очень светло-серая ресница. Чем естественнее, тем менее будет это все заметно. И используем, не забываем использовать прозрачный клей. Как фиксируется и ставится сама ресничка? Когда мы фиксируем пучки, мы макаем только ножку пучка в клей и фиксируем. Когда это у нас классика, либо 2D, я сейчас полностью промокнула ресницу в прозрачный клей и фиксирую ее впереди стенки мостика. Потому что если зафиксировать сзади, у нас будет вероятность, что может немножечко просматриваться ресница. Поэтому мы реснички плотненько цепляем одну к одной по верхней части, чтобы не было видно сечения. Я вам показала 3 мостика. Первый, как делать с ней нужно. Очень большая чрезмерная нагрузка на слабые ресницы. Это достаточно плохо. Второе, это как нужно делать аккуратные более тонкие пучки. Максимум до 7D в тонкой плотности ресницы. 0,05, 0,07. Тогда они будут хорошо держаться. И третий вариант. Это прозрачный мостик. К сожалению, он настолько прозрачный, что его даже плохо видно не на видео. Но для ваших клиентов это самый идеальный вариант. Особенно, если вы будете использовать очень тонкие, очень маленькие объемы. Классика, 2D и тому подобное. Надеюсь, эта информация вам будет полезна. Кто использует такой метод у себя на практике, моделирование мостика для травмированных участков. Пожалуйста, пишите ваши отзывы, комментарии. Мне будет очень интересно. Спасибо большое. Всем пока. Пока. До скорой встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok